вас не видно сейчас подождите сейчас прости пожалуйста секундочку а так часто крутится вот сейчас видно здравствуйте добрый вечер так необычно вас по где вы живете в москве в москве москве у нас все записывается доставляется в интернет вы не против а ради бога не пожалуйста спрашивайте нет вопрос по поводу вашей веры вы же евангельские христиане мы православные христиане православные а вот скажите вот все таки вот нашего московская патриархия и вот вы вы себя ассоциируете с московской патриархии не все-таки мы относимся к русско-православной зарубежной церкви то есть счастье поняла акт о клоническом общении поэтому мы у них храме бывать можем они к нам приезжают архиереи служат то есть нас теперь ничто не разделяет а вот скажите вот я вот примерно вот ну где плохо себе представлен вы говорите что вы крестите с полным погружением только людей это все-таки вы считаете что библейский это вот так вот изначально было это каноны так говорят каноны библия об этом говорит явных и филипп оба сошли в воду понятно а вот еще вопрос вы говорите по поводу православного поста да что он все-таки не канон как вы сказали что он не классе что он не канонический что изначально пост не был таким у православных я сказал не его же не евангельский не канакон как раз волоняющий он канонически церковь приняла это церковь любящая мать она нам плохого не желает но в евангелии о нем не сказано вот какой смысл я закладываю а россия православная соблюдаю с радостью я вам тогда укажу где материал о постах на нашем сайте там есть книга моя к истинному православию и там вы все найдете самый подробный ответ ясно а вот вот скажите пожалуйста вот так вот все таки вот основное отличие вот вашего зарубежной ну да вы православный христианин говорите но принадлежите зарубежной церкви основное отличие все-таки вы наверное крестите детей уже в сознательном возрасте я правильно понимаю нет различия никакого нет вообще никакого совершенно крестят одна та же служба одни книги все одно нигде ни одной строчке не разница друг от друга но все-таки вот когда вот вы говорили о том что человек должен принимать крещение в сознательном возрасте когда он уже но есть вера в бога а какая младенца бога все-таки вера понимаете вот это такое кажется картонное рассуждение как говорится это так не идет в библии то в библии ветхий завет был образом это первое послание к коринфянам 10 глава 6 11 стих это были образы и все ветхозаветнее говорит павел было тенью будущих благ вот там был ягненок а у нас агнес христос там был жертвенник у нас крест на который положен был там было обрезание у нас крещение послание колоссянам павел говорит вы обрезаны не обрезанием нерукотворенным быв совершены совлечены греховного тела плоти погребены в крещение тут толковать ничего не надо крещение прообразована там а что оно означает обещание богу доброй совести а ребенок мог иудейские обещать нет а в каком возрасте крестили восьмидневном возрасте а если не крестят истребиться если елецкий ребенок ничего не понимаю был крещен 8 это обрезан восьмидневном образе образе это возрасте поэтому церковь так и приняла таком же возрасте крестят и детей обратился крестился самый весь дом его корнили лидия стефан что все были бездетны разве ясно а вот спросите а вот скажите как вы относитесь к толкованию библии святыми отцами толкования какие именно толкования какие конкретно но я сейчас так не вспомнил вот вот какой перевод вы признаете библии синодальный только синодальный никакого вот я это хотел 1876 года синодальный это самый лучший перевод он может соперничать с самыми современными лучшими переводами в мире переводили четыре духовной академии там были знатоки каких сегодня вряд ли где найдешь они знали европейские языки знали арабские латынские греческие еврейские и переводили с оригинала русский перевод один из самых высококачественных в мире синодальный ну просто там я читал что было видение того что библию можно только на четырех языках это на греческом на иврите на латыни и на каком-то еще что русский язык ну как-то не воспринимается как священный в этом плане знаете жить и жить и святого кирилла мефодия об этом говорится и он дал ответ остальные народа горит даже жить в темноте это немецкий епископы придумали в эту формулировку для них били в тюрьму посадили но папа их освободил а вот в целом я уже спросил что хотел у меня уже хотели сказать я хотел сказать что вот если так расположить полки или на полке к не идет самое большое число переводов это библия перевалило за 2000 а в мире 2896 нации на речи следующая за ней рядом которая это 2000 это 120 лев толстой а дальше еще меньше 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 а скажите как вот вы к иудейской вере относитесь какой к иудейской так иудейской ну иудейская то неоднозначно есть мессианские иудеи которые верят вам давать на кроме классических хассидов например вот ну такой который в израиле веры по ветхому завету имеете ввиду да 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 ветхий завет указывал на христа христос пришел 18 глава 15 стих второзакония там прямо написано так вот из вашей среды вас ставит бог пророка как меня его слушайте и дали все пророчества около 130 пророчеств исполнились на христе я беседовал с евреями они очень хорошо знают все дело но как только дойдешь до пророка исаи 53 глава сразу же отвечает одинаково все не будем об этом говорить то есть внутри так иисус пришел а а второй храм не восстановили как-то непорядок если кто такой был изязан за грехи наши за грехи но не ягненок же 53 глава и исайя иудеи они они не опровергают и они просто наклоняют голову и стоит не будем об этом говорить видна печаль в сердце а вот по поводу мусульманской вот ведь мусульмане говорят такую же потому что был моисей мусса был иисус исаева мухаммад теперь вот представитель наиболее скажем по отредактированной версии с божьих слов как вот по этому поводу считает что очень просто они говорят отредактированным и дома что именно редактировали пусть покажут посмотрите вот например пять тысяч лет назад вот бог дал моисею скрижали завета и вот был написан ветхий завет якобы люди переписывали то есть от отца к сыну от равина крови ну что понятно там орфографические ошибки синтаксические ошибки а якобы вот ислам вот он сам вот что называется близкий по времени к нам вот вы говорите так это и то ли в насмешку надо мной то ли что вы не знаете кто такие игре масореты как переписывали когда они переписывали то на каждой строчке количество букв справа выставляли ни одной буквы не потеряно дальше он должен был на какой бы чистый сам какое перо какие чернила и когда пишет имя бог и голова хотя бы война была стреляли он не должен отрывать от бумаги написать должен более точно в более такого тщательного нигде нету переписывания как у евреев так что тут не об одной букве не надо сомневаться а вот септуагинта 70 переводов которые птоломей пиладельф младший сделал в александрии было с него славянская библия а русская переведена прямо с оригинала масоретского сервейского так что никаких не было там переписывали ошибки это мы можем делать ошибки у них так свиток полный свиток библии стоил труд 20 лет рабочего писали только на пергаменте а если было найдено хотя бы две ошибки две свиток уничтожался сразу вот и ответ так что так сказать как мусульмане говорят а ее испортили а это там переписчики в четвертом веке я говорю а вы считали чтобы сказать испорчено надо знать оригинал тогда сверять и сказать вот тут не так оригинал то какой вы берете они его не знают оригинал библии есть она на на соборе принята все книги перечислены их толкует ян златоуст с первого века уже послание игнатия богоносца первый век а то просто рассчитано то на кого которые люди вообще о душе не заботятся он говорит и там есть иса иса да и не наш у нас родился одевы марии а у них откуда он мария ну дальше то он родился родился он распят был они не верят в это их бог это не наш бог если кому они поклоняются сверить с тем который написан в ветхом завете это абсолютно противоположны так что это совсем не одно и то же или просто вот для меня какой-то десант разводят просто ваше мнение по этому поводу а вы назвали цифру 5000 до моисея до моисея откуда 5000 2000 от рождества христова и тысячу лет домой да 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 вы да это я не знаю а фрама бог дал аврааму указ обрезать детей но это где-то 5000 помощь что нет нет я путаю да это не другая цифра там стоит 430 лет там были вышел когда яков года эти установлены от рождества христова до адама пять тысяч пятьсот восемь лет цифры то все уже давным-давно посчитаны и выставлены сколько лет были в пляже не а вот скажите вот недавно вот слышал такую версию вот смотрите был барак обама правильно да сидим соединенных штатов ведь в писании сказано что трое детей ноя хам сим и афет они дадут начало всем народам и нация и что в данном случае из-за поступка хама но и проклял потомков хама и якобы чернокожие и вот все 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 пошли именно от потомка хама и что потомки ваши будут прислуживать братьям вашим вот примерно вот такая формуле вы понимаете о чем я говорю да а вот тут вот бац да афроамериканец во главе сша как вот на это сколько не понял что много то что в америке было именно это негр но президентом почему мы что ведь сказано ветхом завете о том что потомки хама будут прислуживать потомкам сима и афета но почему они должны думать написано руководители и слуги народа он и прислуживал он у масона побегушкой был он и прислуживал ничего другого нету а народ так и остался из народа один если его там вытащили масоны это не означает другое вот мне когда я проповедую где-то езжу я всегда говорю вы знаете что такое благословение проклятие благословение это когда все хорошо жена слушается ребятишки здоровые согласно а вы хотите быть благословенными ну конечно я говорю вам две первые благословение последние а между ними другие остальные первое никогда не проклина евреев щата в рама никогда благословляй и ты проклят будешь первое никогда нигде не проклина евреев запомни это и где можешь помоги ему это заповедь желайте мира иерусалиму мы каждый день об этом молимся живет в барнауле и последнее платить и десятину малахия пророк говорит ащи отца и мать это все посредине вот в мире 2896 нации это два полюса евреи и цыгане остальные посередине вот а мы все от иофета и поселились шатрах симовых антисемитизм откуда против евреев а христос еврей как можно против евреев воевать когда у нас все и библия еврейская и христос евреи и не говорит что антисемитизм вот хотя по поводу вот этого президента ваша я ответил один он был раб и остался рабом это речь идет о племени если один оттуда вышел но это назили не означает речь это народе а не то что из этого народа никто не может быть евреи не приняли христа павел гриста я его принял за счет уже не весь народ я из колена вениаминова он отверг народ но не до конца остаток спасется они отвергли да действительно но не все а если не все значит и нельзя говорить все остальные как были так и остались мы и ответа и ответа на его действительно хама выгод и был иосиф в земле хамовой а был в египте значит легко понять об египтянах идет речь вот самое интересное иудеи евреи сегодняшние живут и на них которые там мусульмане и другие идут их в 500 раз больше в 500 раз я недавно данное считал маленькая полоска там как они в трое три государства там нападали серии никто ничего не может сделать и не сделать никогда почему бог это божий план он уже начерчен и они во всего мира золото ограбили страну нашу то другое ну и что ограбили написано цари принесут дань это написано уже и они будут воцарять его царят вместо христа антихриста там будет храм в иерусалиме из колена данного три с половиной года он будет царствовать это известно это печально остаток их спасется как владимир этот павел говорит три слова об антихристе владимира соловьева а он там где-то аллея мира у евреев горит и там его дичьев его дерево посаженное потому что он всегда ратовал за иудеев владимир сергеевич соловьев философ русский писатель поэт ну ясно ну что я все хотела ведь если один раз услышал человек и знает что-то по библии надо это принять вот начинают там почему такие великие люди великие как сталин гитлер окончательный вопрос решали об евреях где они никого нет а евреи какую силу набрали это вообще это русский народ может исчезнуть там американский может еще они мне библии ни слова не сказали евреи не может исчезнуть это божий план это захват араме это где раме где угодно могут быть за заповедь божия указана программа благословляет а племя и они будут до конца род сей христианский и христиане останутся россия еще вопрос о араб израильского конфликта ведь вроде посмотрите вот у авраам аж было двое сыновей правильно и сад с моим это же по суде единокровные братья вот как вы считаете почему все таки арабы воюет с евреями вашего тут неясно сказано а вот яков и написано еще не родились и бог говорит я кого возлюбила и самого возненавидел апостол павел отвечает на многие вопросы но когда задают вопрос а в чем он виноват павел не отвечает а просто крикнул перестань зачем спрашиваешь бог несправедлив отвечает никого от фабит бог запрещает даже об этом говорить это божий план он знаю это мы говорим он не родился у бога он родился у бога в одном дне все у бога нет вчера сего у бога все сегодня и поэтому бог знает какой он будет первородство продаст и поэтому я кого возлюбил и самого возненавидел и ты можешь тысячу примеров говорить о несправедливости а верующий скажет аминь велик бог иегова яхва как сказал так и будет спасибо все да так то что здесь то нужно смирение если смирения нет еще не будет мы должны смиряться перед словом божиим великое преимущество быть иудеем а какое а им вере на слово божие великое я русский человек вот где-то я не завидую никому но я должен сказать так мы прилепились к шатрам симовым у меня библия которые сохранили еврейские пророки если бы не было моя жизнь такой не было бы я давно ее закончил уже а теперь я знаю я за мир я не иду не воевать также учу своих близких а без этого без этого я пошел куда угодно и почему во всем где она не повернусь и я благодарен моему господу который мне дал через еврейский избранный богоизбранный народ святую библию дал пророков дал святых мы молимся каждый день мы окружены всюду и везде той радостью которую получили с той стороны и поэтому им обязаны всем наш народ мирный и поэтому мы их так всех людей настраиваем у нас нету ни одного антисемита и не будет никогда никогда рядом с нами кто бывает это но они просто понимают вначале вроде как и за воскрысится а потом по писанию все докажешь и великое преимущество мне бог дал родиться русским значит мне не давно преимущество я в шатры симову зашел меня накормили еще что то есть у вас нет нет спасибо большое слава иисусу слава в веке слава до свидания на все можете отмечать во славу боже